Состоялось первое заседание молодежного парламента при Думе Югры 7-го созыва. Состав почти полностью обновился. В него вошли 57 представителей из 22 муниципальных образований региона. Губернатор Наталья Комарова встретилась с молодыми политиками. Сюжет нашего корреспондента. 47 активистов со всего округа. Они здесь, чтобы представлять интересы молодежи. Большинству нет и 30, но у многих уже за плечами активная общественная деятельность. К примеру, Дмитрий Енин в прошлом президент школы. Сейчас студент 2-го курса ведет крупный городской паблик. И это помогает ему быть на одной волне с жителями Сургута. Губернатор нашего округа Наталья Владимировна Коварова объявила, что 2022 год объявлен годом здоровья сбережения. Я считаю необходимым заняться проектами, которые в первую очередь будут улучшать здоровье нашей молодежи. Все больше молодых людей хотят участвовать в жизни округа и содействовать деятельности Думы Югры. В этом году состав парламента обновился практически на 80%. У вас все карты на руках, уважаемые земляки. И я абсолютно уверена в том, что каждый из вас согласится со мной и примет как правило в жизни, в работе нацеливаться на результат. На пленарном заседании утвержден Совет молодежного парламента. Выбран ответственный секретарь и заместители. Председателем стал Кирилл Медведев. Гарантирую вам всестороннюю поддержку. У нас с вами одна цель – развитие и процветание нашего общего дома, югорской земли. Создание комфортных условий для жизни и построение благополучного и безопасного будущего. Мы с вами одна команда, команда Югры под руководством губернатора Югры Натальи Владимировны Комаровой. Это наш лидер. Это команда, у которой есть все ресурсы и возможности, чтобы это будущее создавать. Молодежный парламент – кузница управленческих кадров. Многие продолжают свой путь на муниципальной или государственной службе. Некоторые баллотируются в депутаты. В Югре парламент работает уже 18 лет. Молодые люди – инициаторы более 50 нормативных правовых актов, 16 законов. И сейчас правительство округа ждет от них новые креативные и социально значимые проекты. Марина Селезнева, Вадим Черняев, Вести Югория, Ханты-Мансийск.